Омикрон-штамп коронавируса, свирепствующий на Западе, добрался до Москвы. В столице уже выявлены случаи заражения. Опасения эпидемиологов оправдались. Новая разновидность COVID-19 более заразная, чем дельта-штамп, и быстро распространяется. Заражаются в том числе и вакцинированные. У них болезнь проходит в легкой форме и даже бессимптомно. По словам специалистов, появление омикрона в Подмосковье всего лишь вопрос времени. Появился новый штамп, он очень контагиозный, то есть очень заразный. На сегодняшний день считается, что его заразность, способность к быстрой передаче в 30 раз превышает известные нам штаммы. Но, тем не менее, миграция населения активная продолжается, и, конечно же, омикрон на территории России появится. Заболеваемость будет расти. Чтобы не оказаться в числе тяжело больных, врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться сегодня. Чтобы не попадать в ситуацию, когда человек нуждается в госпитализации, нужно сделать прививку. На сегодняшний день у нас в ковидном стационаре лежит 95 человек. Из них 15 привитых. В реанимации нет ни одного привитого. И я считаю, что вот это основной аргумент, который должен объяснить людям, что прививка защищает. Все мобильные и стационарные пункты вакцинации работают в штатном режиме. Один из мобильных пунктов вакцинации расположен в торговом комплексе «Глобус». Сейчас здесь довольно спокойная обстановка. Люди ожидают в своей очереди к врачу на вакцинацию. Сегодня здесь работает бригада филиала номер 5 Щелковской областной больницы. В мобильном пункте черед дежурства бригады из Монина. Сауны, баня, бассейны не посещаем. Температуру контролируем. Если выше, поднимается 38. Держите, я вам сейчас заклею. 38 температура поднимается. Принимаем жаропонижающие средства. Среди пациентов встречаются люди, как впервые пришедшие на вакцинацию, так и переболевшие. Переболела ковид в прошлом году. До января 2021 года. И просто сильно испугалась и решила сделать прививку. По совету друзей меня все сделали. Поэтому родственники вообще все. Ну, на всякий случай пусть будет, скажем так. Какая подсчета для вас? Я первый раз. Прививки там всю жизнь делали. С самого детства, считайте, родился сразу. А дальше и в школе, и везде. Все как положено. Я принимаю нормально. Пациентам делают прививку двухкомпонентным препаратом «Спутник Ви». А тем, кто пришел на ревакцинацию, облегченный вакциной «Спутник Лайт». Обе обеспечивают стойкий иммунитет к новому штамму. «Спутник Ви» точно от омикрона защищает. Эффективность прививки по отношению к омикрону считается, что немножко ниже. Там 97%, тут 92% эффективности защиты. Но от омикрона защищает. И главное, что защищает от тяжелых осложнений. Первые клинические наблюдения за новым штаммом показали. Омикрон реже, чем дельта, вызывает потерю обоняния и вкуса. Клинические проявления возникают на вторые сутки и часто сопровождаются тошнотой. Вместе с тем, даже высокая температура с сопутствующими признаками ОРВИ – весомый повод обратиться к врачу. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.